Знаете, как отличить, кто пишет на электронную почту? Молодые или в возрасте люди? Молодые почти не пишут грамотно. 99% пишут с ошибками. Я иногда поражаюсь этим ошибкам. Я ведь учился вообще-то в Московском авиационном институте, я не должен быть грамотен, но всё-таки слово «здесь» я писал через «з» и «с» на конце. Многие пишут «здесь»! Они сдали экзамены, они получили аттестаты. Одна мне пишет «я, едя домой в автобусе». Я ей спросил «ты едя бутерброд, едя в автобусе или нет?» Бутерброд через «ы» пишут. Пацан написал «я недавно в романе Александра Дюмы». Дюмы такой писатель, Дюмы был. Вот из некоторых писем цитаты «близ лежайший». Что это такое? Кто это такой близ лежайший? «Пойти на уступок!» Алочные люди, непрекратимый, непрекратимый хаос! Это хаос, так им кажется. А это мужчина, многие пишут через букву «с». Скажите, почему? Ну почему? Мус-чина. Это такой, такой мус-чина, такой сомнительный, такой мус-чин. Мусик! Они даже не знают, что проверочные слова бывают. Многие пишут «мужчина через два ща». Я это уже говорил. Мужчина! Это просто баба, а не мужчина. И я у одного молодого человека спрашиваю, почему ваше поколение, многие из ваших поколений пишут «мужчина через два ща». Он говорит, да придурки, там одно ща. Несколько цитат из последних писем. «Я ваши концерты смотрю с ребёнского возраста. Моё любимое занятие в свободное время – ходить на грядке. Я в коллективе пользуюсь положительным членом коллектива. Мы сястрой на диете вторую неделю охудеваем. Дядя Миша, что это за песня была в ваше время? Мой батя поёт. Шумел, как мышь. Я не раз рассказывал о том, что я забочусь о библиотеке в Риге. Библиотека сделана заманушно. Она привлекает внимание, туда пошли даже молодые люди, потому что они не знали, что бывают книги, да ещё с картинками. Их маловато, человек 10 в день, хотя всего человек 70 бывает в день в библиотеке, а то и 100. Но то, что они спрашивают, это замечательно. Рассказ «Толстого. Судьба человека» один спросил. Второй. Сказку Пушкина «Старик и море». Произведение Горького «Тарас и Бульба». Роман Евгения Онегина. Му-му. Нам реферат задали по истории про княжну Наркоманову. А нам реферат про саблядуйского тигра. Рассказ «Тарас и Бульба». Девчонки просто подарок за подарком приносят в библиотеку. Пришла одна десятиклассница и говорит, нам задали про капитанских детей. Моя помощница спрашивает, где эти капитана Грантона? Нет, там у капитана одна дочь была. Островский. Беспризорница. Это бесприданница. В общем, разницы никакой. Это одно и то же. Мне нужен детектив «Покойник звонит в колокол». Это по ком звонит колокол? С Селинджера кто-то спросил над пропастью «Моржи». Рассказ Техова «Скорпион». Это хамелеон был. А как вам это нравится? Некрасова. Они своими словами пытаются объяснить название произведения. Говорит, Некрасова, какие-то там разговоры на крылечке? И ты. Размышления у парадного подъезда. У вас есть биография кабачков и баклажанов? Да, конечно. Я ему говорю, только автобиографию. Один кабачок написал. Перед тем, как загнуться. Мне какую-нибудь книжку про круглых рыцарей за столом. А что-нибудь о роли танковых войск в войне 812 года. А у меня тут написано. Вынул мобилу и читает, что он записал на мобиле. Гоголь. Тарас Бубель. Бубель это сильно. Один вернул мастер Макжаиду и говорит, нормально, вставила реально. Хорошая книга. Продолжение есть? И ему поможет. Он говорит, зайди на блог в ЖЖ Булгакова, он там свежак выкладывает. А как вам нравится вопрос, у вас есть книжка гиперболоид инженера Гагарина? Библиотекарша, как тебе не стыдно? Ты хоть знаешь, что такое Гагарин? Конечно, это первый космонавт, который вышел в открытый космос. Библиотекарша, первым вышел в открытый космос Леонов. Парень, вы шутите, Леонов же Винни-Пух озвучивал. С ним друган говорит, да ты чего, не знаешь, что такое Гагарин? Это же тот, кто первый сказал, понаехали. Бедные детишки наши. Раньше дети мечтали стать космонавтами. Скафандр надевали, врачами, учеными, физиками, ядерщиками, летчиками. Сейчас, кого не спроси, ты кто? Я менеджер. Ты себя в зеркало видел? Ты хряк в квантах. Хорошенькая девчонка мне с гордостью говорит, а я занимаюсь промоушеном. Я ей спрашиваю, ты уши промываешь? Не приходилось самое обидное от русских девчонок такое слышать, боже мой. Но это же такие уродеры слова. Одна говорит, я рекрутер. Вторая, а я контент-провайдер. Третья, а я старший мечендайзер. Гордые такие, гордые, гордые такие. Знаете, волшебные персонажи, до которых не долетела стрела царевича. А двое при мне поспорили, кто более интересным делом занимается, более крутым. Одна утверждала, что она занимается аутлопингом, а другая говорила, а я аутсорсингом. Пока третья не подошла и поставила их на место, сказала, а я пейдж-гелл. Я говорю, говори по-русски, герла пиджовая. А то пейдж-гелл. А так, посмотришь, просто девушка с заниженной планкой социальной ответственности. Пейдж-гелл. А сколько в наше время продюсеров? О, больше, чем мышей в поле непаханном. Генеральный продюсер, исполнительный продюсер, креативный. Мне она нравится, исполнительный продюсер. Это как-то подразумевается, что где-то есть неисполнительный продюсер. А если где-то есть креативный, значит, где-то и не креативный есть. Но никто же над этим не задумывается. В наше время, вот кино, и без того не ахти наше, Оно еще с продюсерами, это мы улучшили ужас. Я однажды привел в компанию знакомого продюсера, а он порядочный человек. Ну вот так получилось, вот неожиданно, да. А друзья интеллигентные люди, такие начитанные, и мне так неудобно его представлять, говорить, продюсер. Я говорю, продюсер, но порядочный человек, сказал я. У меня друг, актер интеллигентный, помолчал так и говорит, ты знаешь, порядочный продюсер в наше время звучит как сентиментальный мясник. А ведь есть еще у нас блогеры, имиджмейкеры, каналайзеры, судьбомейкеры, письмейкеры, даунштифтеры. Я не выдержал, заглянул в словарь современных иностранных слов в русском языке. Я, читаю, запоминайте, написано, даунштифтеры это те, кто занимаются даунштифтингом. А так. Вот муть от бошки молодым, да. Я понимаю, откуда это берется, такое желание назвать себя там вот мечендайзером. Да потому что от комплекса неполноценности вот утром просыпается такая полная никудышка. Ничего не умеет, мозг девственный, ни разу не пользовался. Целомудренный мозг. Просыпается и думает, а я не никудышка, нет, я даунштифтер. Поэтому парикмахеры сегодня не парикмахеры, стилисты. Вы назовите Зверева парикмахером. У него губы лопнут. Забрызгают окружающее пространство. Я вообще хочу как-нибудь, вот буду в какой-то компании с ним представить ее, Зверев, брадобрей. У женщины-повара на Урале при мне спросили, кем она работает. Поварова. Она говорит, гордо, я блинмейкер. Я ей говорю, если вы блинмейкер, то я пирожкодиллер. А какое количество менеджеров вообще в стране у нас? Действительно больше, чем инженеров в советское время. Только инженеры в советское время делились на старшую, ведущую и просто инженер. Все. Теперь просто менеджер, сити-менеджер, топ-менеджер, ивент-менеджер, сейлс-менеджер, аккаунт-менеджер, бренд-менеджер. Это вообще как бренд-менеджер звучит. Есть менеджер по клинингу, надо по заклинингу добавить. Есть сеттер-менеджер, это вообще что-то собачье. Осталось бульдог-менеджер, такса-менеджер. Теперь менеджеры по подвалам, по чердакам. Дворник уже не дворник, все. Это менеджер по мусорингу. По уборингу мусоринга. Вот, вот так вот. Из чего я сделал вывод, менеджер, это не профессия, это клиника. Менеджер это тот, кто по утрам читает СМИ, ест бизнес-ланч, говорит окей, обязательно окей. Чтоб все понимали, что он знает английский. Приходит в магазин, говорит, мне колбаски, окей? Вы ничего, что я с вами по-английски говорю? Это я для молодежи, чтобы они понимали, как им дурят головы. Менеджер это тот, кто верит спелл-чекеру, смотрит ИЛТ-шоу, соблазняет девушек словами лизинг, подлизинг, шутки-шутками. А в московском магазине, в книжном, на Тверской, продается книга, называется «Как подцепить менеджера». Значит, менеджер это практически венерическая болезнь. Это все, я называю, зомбированное стадо футлярных исполнителей. Это такие манкурты, как учитель Зайтматова. Офисный планктон. Бедные дети, им не в кого поиграть теперь. Раньше играли действительно в космонавтов, в лодочке матери, в пожарных, в трубочистов. Каски надевали, костюмы. Лицо было у профессии. Как играть в менеджер? Один другому говорит, что ты будешь со мной делать? Я тебя буду креативить. А я тебя за это отпиарю. Вот хороший разговор у детей. Дети очень восприимчивые. Ну вот за что их так уродовать? Их солнечное детство. У них родничок не закрылся. Вы обращали внимание, у нас плохо работает кабельное телевидение. Плохо стала работа телефонная связь. Почему? Да просто, да потому что повсюду засели менеджеры. С косявочным образованием. Но с громко звучащими профессиями. А с проще чем-нибудь. Они же ничего не знают. Они путают. Бальзака с бальзамом. Дюбель с дембелем. Пиксели с пендалями. Я их теперь называю не менеджеры, а я придумал по-русски название их профессии. Кое-какеры. Вот такие две менеджерихи стоят в отделении связи. Разговаривают. Я зашел. Вот смотрю телефоны. Слышу, одна другая говорит. Они такие обе. Вот из серии тело есть, ума не надо. Одна говорит. Я была со своим мэном в Париже. Знаешь, что-то меня не прет от Эйфелевой башни. А вторая стала ей объяснять. Это так интересная служба была. А вторая ей призналась, что вообще не знаю, в Париже. Она была удивлена. Для нее оказалось такое удивление, что в Париже всего одна Эйфелева башня. Такое, если бы им тест устроить на интеллект, компьютер бы выдал ответ гипсокартон. Еще одна тоже порадовала. Тоже из серии святое место бюстом не бывает. Такая модель, которая ставит всегда вопрос бедром. Они же слова еще не знают, как произносить. Она говорит. У меня хобби. Я перепутала слово, как сказала. Фалателлистка. Целое поколение выросло. Большая часть поколения вообще думает, что Монтеки и Капулетти – это название фирмы. Что Спартак – это директор карандашной фабрики. Что Чацкий – это лузер. Онегин – юзер. А Пушкин погиб от руки дантиста. Многие из них уверены, что Ленин не одобрял план Путина. Учителя, ученикам задают вопрос, сколько у тебя на калькуляторе получилось 400 разделить на 10. На калькуляторе теперь считают. Две печь гирлы разговаривали. Тоже из той же оперы. Одна другая говорит, ой, у тебя на голове, ты знаешь, что-то на девятый вал похожи. Она говорит, я не знаю, я не читала. Поэтому они и говорить не могут по-русски нормальным языком, простым русским языком. Знаете, мне так понравилась надпись в прокате, где DVD дают на прокат, естественно, молодежи. И там написано, извините, но у нас нет этого кина про того чувака, который еще играл в том фильме. Это все менеджеры. А еще одно. Мне учительница одна сказала, вы знаете, это так страшно, что нам ввели тесты вместо нормальных экзаменационных вопросов. Правильно, на тесты западные отвечают только дебилы. Потому что они знают только один ответ. А человек, мыслящий широкомасштабно, он не знает, как отвечать на эти вопросы. Вот еще одного спросили, сколько будет число пи умножить на два. Он ответил, если пи умножить на два, будет пи-пи. Вот все, это уже тест прошел. Кое-какер. Меня пригласили как-то для участия в передаче «Страшно красивые». Ну, здесь интеллигентные люди. Объясняю. Это со всей России встречаются такие моднявки, такие гламурки. С ними собеседование проводят. Я один день послушал собеседование. Откуда ты? Это же представители молодого поколения. Что произошло? Как получилось, что сразу обнулились знания у молодого поколения? Я много раз об этом говорил со сцены в телевизионных передачах. Я буду это повторять и повторять, пока не вдолблю нашим чиновникам. У одной спрашивают. Вот эта моднявка такая, моднючая. Сколько континентов знаешь? Она говорит, ну я не знаю, но экватор проходит как-то так. Режиссер ей говорит, на себе не показывает, да? Вторая. Декабристы те, которые что-то сделали в декабре. Вот нормально? Он говорит, октября-то в октябре. Значит, сделаем. Еще одна порадовалась. Столица США – Америка. Другая. В Австрии правила династия гамбургеров. Это сплошь. Это даже не через одно они выдают, эти перлы. Гримерши смеются над ними. Потому что у них лучше образования нашего прошлого. Сидят две гламурки в грим-уборной. Одна другая говорит, слышь, прикинь, я видела документальную кассету. Документальную кассету со съемками про динозавров. А еще одна спросила у режиссера, как вас звать. Он говорит, Костя. Она говорит, а полное имя Екостлей. Слушайте, где они учились? Анкету заполняют. Анкета. Гениально. Они все сдали экзамены. Они все выпускники школы. Они сдали ЕГЭ сегодняшнюю. О себе пишет. Я чуткая и проницаемая. Вот это мне. Вот бывает честный, когда не понимает, что пишет. Другая. О себе. Я очень обонятельная. Ну, воняет конкретно. Третья. О себе. Я скромная, местами привлекательная. Местами. Так уж напиши, какими. Четвертая. Я обладаю высоким интеллектуалом. Вот это мне нравится. Режиссер ей говорит, приводи своего высокого интеллектуала. Из этого самое грустное, что это не единичный случай. Почему? Что произошло? Да я отвечаю и буду отвечать всегда. Правильно. Это западная реформа образования. Такого не было раньше, пока эта реформа не начала действовать. Ну, да, там наверху засели менеджеры у нас. Народ клеймит Фурсенко. Министерство образования называют Минобразим. Ничего нельзя сделать. Пишут интеллигентные люди в Кремль, мол, отмените. Бесполезно. Я уже об этом говорил. В Кремле засела секта. Свидетели ЕГО вы. Ну, хотя бы посмотрите. Мы делаем, как в Америке. Ну, что значит в Америке? В Америке нет образования. Знаете, я вам открою секрет. Все страны, где есть демократия, везде плохое образование. Я это говорил уже, но буду повторять всегда. А почему, знаете? Плохое образование гарантия демократии. Плохое образование помогает выращивать не народ, а электорат. Тырлы выращивают глаупенов. Чтобы шли и голосовали так, как им надо. И у них, к сожалению, это получается. Я получаю письма от молодых. Довольно честно. Вы знаете, я не очень грамотный был. Но я заканчивал Московский авиационный институт. Но в слове «здесь» две ошибки я не мог сделать. Многие делают. С буквой «С» пишут «здесь». Но недавно получил письмо. Там «будущее» было написано «будующее». «Цветочек» одна деваха написала «цвяточек». А это, это пиэрл. Мужчина по расчету через «ща». Значит, причем мужчина хоть через одно «ща», а расчеты через два «ща». И я одному такому, даже не перцу, а перчику говорю. Ну, ты представляешь, ваше поколение, расчет через два «ща». Он говорит, да это ужасно, там одно «ща». А «борщ» четыре ошибки можете сделать? О, через букву «п». «Порщ». И еще с мягким знаком. Я вам говорю, самое страшное, что это не единичный случай. А это мне написало. Жизненный опыт ко мне пришел с гадами. Знаете, что еще обидно? Вот мне лично, я не знаю, как вам сказать «мат» с ошибками. Как не стыдно. Поганить святой. Как можно в слове из трех «бог» допускать ошибки? А это, и опять задорно вспоминаю, я не знаю, что с вами будет, как он говорит. Недавно написала мне деваха, точнее, гламурка. Знаете, что такое гламур? Это понятие уродов о красоте. Зубы со стразами, а грамотности нет. Готовы? «Я люблю историю», она хвастается. «С ужасом узнала, что Д. Жанна Арк...» А, ха-ха, вы еще не знаете, что дальше. Готовы? «Была кастрирована». Ну, вы знаете, из этого какой я вывод хочу сделать? Дети не виноваты в этом. То есть, в какой-то степени только у нас очень смышленные и талантливые людей. Но они растеряны. А где они учиться будут? Учителям во многие школы пришли молодые, уже обученные сегодняшним системой образования. Они безграмотные молодые учителя тоже. Учительница по русскому языку кричит на детей. «Вы тут, а я с вами пашу, пашу». Учительница русского языка. «Как пчела в муравейнике». И чего, какие дети вырастут после этого? Телевидение безграмотное. Увольняли безграмотных дикторов в советское время сразу. Сегодня они безграмотные. Они разрешили говорить портфель. Вот Жванецкий с портфелем выходит теперь на сцену. И зрители возбуждены в этот момент. Дикторша говорит, придет кого-то интервью и говорит, «Ты правда, что носишь одну клипсу?» Одна клипса быть не может. Клипс – это множественное число. Если ты носишь одну клипсу, надень одну джинсу. И еще одно очко надень, пожалуйста. И ученые-лингвисты не делают им замечаний. Вот же поразительно. Потому что правители говорят неправильно. Ну как, наши на самом высоком уровне говорят в разы. Ну это уродство по-русски. Или говорят, я извиняюсь. Я извиняюсь – это безграмотно. Я извиняюсь означает, надо говорить, извините. Если вы говорите, я извиняюсь, это значит, что вы извинили самого себя. Я извиняюсь-ся, себя. То есть сказал, я извиняюсь, и в морду давай. Потому что ты уже извинился в этот момент. По телевидению сплошные безграмотности. Если диктор говорит, в министерстве МИД, вот говорит. Это все равно, что сказать продажная проститутка. Мясная говядина там, допустим. Кофер. А кофе разрешили оно говорить теперь. Потому что там наверху не могут запомнить, что кофе – это он. Ну не могут. Разрешили говорить кофе оно. Правда. Тот кофе, который подается – это оно. Но если кофе оно, то и фурсинг оно. Рекламы. Кто их придумывает? Это вот теперь менеджеры появились. Я говорил о менеджерах и буду говорить про них всегда. Я их называю кое-какеры. Это вроде… Еще сети-менеджер. Вообще улет непонятка полная. Чем ты занимаешься? Пиксели от пендалей не отличаешь. И бонус от Тануса не отличаешь. И я сети-менеджер. Вот они рекламы придумывают. Как можно говорить в рекламе – удали перхоть из головы. Вы понимаете, что у них в голове, у тех, кто это придумывает? Сногсшибательные волосы. Волосы не могут быть сногсшибательными. Это кошмар на ночь. Сногсшибательные волосы. Мы сожжем ваши жиры. О, это реклама инквизиции. А покажи прыщам, кто тут хозяин. Вы понимаете, молодые люди, в каком уродстве вырастают? На Таганке неподалеку, там, в переулке, если с площади завернуть, есть кафе, на двери реклама висит. Здесь вы можете получить пирожки с собой. Ну, Садюга писал какую-то эту рекламу. Вы понимаете, какой ужас обрушился на молодых? Вот почему мир наполнился жестью, которая полюбила молодежь. Вы посмотрите, что в интернете творится. Они уже многие... Вот человек упадет в лужу, а они не помогают. Они на фотке снимают. И в интернете выкладывают. Интернет наполнился злыднями, озлобышими, никчемышами и недоумками. А потому что они действительно недоумки, а им хочется быть доумками и кчемышами. Они озлобились, а никто этому не учит. Костер развести не умеет, дрова нарубить не умеет, в шахматы играть не умеет, в преферанс не умеет, в шашки не умеет, в Чапаева не умеет. Я молодым объяснял, как в Чапаево играть пришел, а они шахматными фигурами играют в Чапаево. Что такое любовь и секс? Они разницы не понимают. Как они могут быть счастливыми? Секс – слово, которое употреблять можно как информационное, но оно... Вот я его в определенных ситуациях не употребляю. Оно поганое. Почему? Потому что оно деловое. Пойдем заниматься сексом. Она говорит, да, у меня есть время. Это деловой подход. Если говоришь, я тебя люблю, тут уже она не скажет, что у меня немножко времени есть на это дело. Потому что это понятие вечное. А какие русские слова были? Почему мы стали говорить секс? Русское слово гениальное. Я хочу, чтобы все телезрители запомнили и это слово употребляли. Миловаться. Смотрите, говоришь, любимый, пойдем миловаться. А она уже не откажет. Все, это уже... А было слово утеха еще, утеха. Я тебя утешать буду. И о времени разговор уже не идет. Для кого утеха, для кого потеха, конечно. Ой. Не знают молодые, что любовь приносит радость. Счастья на свете нет. Есть абсолютная радость. Абсолютная радость не от секса, а от любви. Пришел в магазин купить фильм «Формула любви». Я не всегда скачу фильмы с интернета, потому что бывают переводы очень-очень плохие в интернете. Менеджеры переводят. И я прихожу, а там тоже менеджер. Сейчас куда не суньте, как менеджеров нерезанных по всей стране. И вот это, продавец-консультант стоит. И я говорю, «Формула любви». Она говорит, «Сейчас принесу». Шепотом мне. И убежала. Я ждал, ждал, она приходит. «Разобрали все. У нас нету». Я говорю, «А куда вы ходили? Вон художественный отдел художественного». Она говорит, «Это художественный?» Я думал о порнухе. Вот почему злыднино родились молодые. Потому что они чувствуют, что они ничего не знают, к жизни не приспособлены. В лес пойдут, без GPS-навигатора заблудятся. Разницу между поддорожником и волчьей ягодой не понимают. Я одному сказал, что я в его возрасте по муравейнику мог определить части света. Он говорит, «Вы уже тогда курили, дядя Миша?» Вот почему им хорошо в интернете. Там они герои. Там они отважные. Они под никами, не раскрывающимися. Матерят кого хотят. И смайлик. А что такое под ником? Это анонимка. За это судить человека надо. Они смелые только под никами. Если они выйдут на улицу, они смайлик поставить не успеют, если они вот такое скажут. Вот там им поэтому... Вот поэтому и наполнился мир злыднями и троллями. Потому что они смешны в жизни. Потому что они правил жизни не знают. Ухо-горло-нос врач мне говорит. Представляете, заходит парень до пояса голый. Ухо-горло-нос в кабинет. Она спрашивает, «Ты что разделся?» Он говорит, «Там написано в верхней одежде не входить». Я сам слышал, как молодой человек на теплоходе, который шел по Волге, подошел к администратору и спросил, кабельное телевидение не есть? А тот спрашивает, «Вам кабельное какого города нужно?» Он говорит, «Ярославля». Он говорит, «Кабель зацепился за корягу там сейчас, его поправляем». Мы, знакомые студенты из Московского авиационного института, поехали на природу с Киевского вокзала. И опять вот это, продавец-консультант. Купили 10 котлет по-киевски. И говорят, «Разогреть их 10 человек было». «Разогри, пожалуйста». Она положила в микроволновку 10 котлет. Вот. Они стоят, ждут, ждут. Ну, 2 минуты надо, чтобы разогреть киевскую котлету. Они ждут, ждут. Уже минут 16 прошло. Они говорят, вот это вот, а-то-то, моднявка. Они говорят, «А почему так долго? 2 минут надо». Она говорит, «Ну, я аж 10 котлет положил». Бедолаги, их жалко. Их кошмарит государство практически. У меня есть знакомый один. Мы с ним учились когда-то вместе в Московском авиационном институте. Мы учились с ним в одной студенческой группе. Он такой, «Я кашу под молодого, а он под старичка-подрячка». Но он приколист такой, он КВНом занимался. Ему скучно жить на пенсии. Он ходит по менеджерам и прикалывается. И такой кайф получает от этого. Он, например, придет в магазин, увидит менеджера. Говорит, скажите, пожалуйста, я хочу купить телевизор. Скидки ветеранам Куликовской битвы будут? В девяти случаях из десяти ему говорят, удостоверение есть. Он так залезает в карман, говорит, «Ой, забыл». Он говорит, «Ладно, ладно, верю, я вижу, что вы...» Видит он, что он ветеран Куликовской битвы. Нормально? Его жена не верила ему. Он говорит, «Пошли, покажу аттракцион». И вывел ее в свет. Она была счастлива. Она такого даже в театре не увидит. Пока не нарвались на менеджера постарше. У кого было с образованием, не знаю, что с вами будет. Это говорит ветерану, ну, по фору, уже по наигранному, ветерану Куликовской битвы, вот мы вдвоем, будет скидка? Он говорит, «Ты Пересвет, Ильич Илубей?» Ой, я в одной компании молодежной это рассказал. Они говорят, «И в чем смысл?» Бедные молодые, как они жить будут без образования? Ведь зачем нужно образование? Да, чтобы радостней жить просто, чтобы меньше было троллей на земле. Кстати, интересно, вот если тролли меня сейчас услышат по телевидению, имейте в виду, дорогие тролли, что большинство самоубийц среди троллей как раз. Они просто этого не знают, что беспочвенно гадить другим не проходят по законам природы. Ну, а бедные учителя мне присылают цитаты из письменных работ отличников ЕГЭ. Я не знаю, что с вами будет. У костра сидели два человека и одна женщина. Спокойно, спокойно, сейчас разгонимся. Иногда такие образы. Ой, тянутся по небу корневища трав. Ну, это уже даже не Анаша, это ЛСД здесь. Вот. Австралийский кенгуру имеет карман на животе, чтобы прятаться туда во время опасности. Вы представили себе эту картинку? Самозасывающийся кенгуру в свой карман. От любви у нее заплетались зубы. Ёж, жаба и ласточка, ёж, жаба и ласточка помогают садовнику поедать насекомых. Он взял коня за рога. Один вместо металлической эрозии, ну, писал, как понимал, металлическая эрекция. Ну, я понимаю, вставляет сильнее. У Владимира Мономаха было 10 сыновей и все мальчики. Вот молодец Владимир Мономах, да? Ни одной девочки среди сыновей не было. «Война и мир» — эпохабное произведение. У князя Мышкина бывали приступы эпиляции. Но Мышкин не знал, какие у него принзы. И Достоевский тоже не крутой был. Ой, сейчас, это нужна тишина. Простите, я зачитаю эту цитату. Она сняла с груди сначала лифчик, потом трусы. Ты, дуреха, ты че трусы на грудь надела, можешь мне сказать? А сочинения по литературе им лучше не писать, правда? Ну, не надо так портить классику. Андрей Болконский пригласил Наташу Ростову на тур вальса. Как красиво, хорошо, да. Дальше, супер. Взял ее за таз. Ну, она же с тазом ходит обычно на бал. И пустил по кругу. Но, знаете, вот из этого, вот что мне противнее всего? Из того влияния, которое на нас оказывает Запад. Многие родители решили, что надо теперь по западной системе не только обучать в школе, но еще и дома. Не запрещать ничего детям. В электричке едет мамаша молодая со своим сыночком, а тот все время бьет бабуле, сидящую напротив ногами. Бабуля говорит, ну прекрати, мальчик. А он не прекращает. Она к матери, мол, вы бы сказали своему сыну, что так неприлично. Так говорит, я по западной системе, я ничего не запрещаю делать своему сыну. Хорошо, у нас сохранились в России нормальные ребята, кореша. Встал с соседнего сиденья пацан, вынул жвачку изо рта, прилепил маме на лоб, сказал, мне тоже родители ничего не запрещали делать раньше. Я понимаю, почему молодежь стала ко мне ходить на концерты. Дело в том, что я открыл блоги практически во всех сетях. Вы знаете, у меня и ВКонтакте есть, и в Живом Журнале, и в LiveJournal, и в Мыли. Меня нет только в Одноклассниках. Ну это совсем шняга была бы, я вам честно скажу. О, в теме народ. Слышите, задние ряды реагируют. Это из Одноклассников там все сидят. О, слышите, опять реагируют. А потом, мне нужны мои одноклассницы? Одноклассники. Ну ладно вам, но ошибся. Ну, я учился в школе в Риге. И знаете, рижские журналисты провели опрос в Риге, кто учился с Задорным в одном классе. О, 2503 человека. Причем это только те, кто сидели со мной на одной парте. Это была не парта, а такая набережная Москва-реки. Да, я очень уважаю интернет. Я понимаю, что многие в моем возрасте говорят, это безобразие. Это не безобразие. В интернете очень много пасется умных людей. Людей с нераскрытыми возможностями, которые протоптали друг другу тропинки, узнали друг друга. И мне эти люди интересны. Я узнал очень много интересного благодаря интернету. Ну, и в то же время, конечно, познакомился со многими молодыми людьми. Знаете, мне интересный комплимент сделали в городе Кургане. Я знаю, здесь молодежь, поэтому я должен сказать, что город, это город такой, Курган. У молодежи не очень хорошо с географией. Ну, у них вообще не очень хорошо совсем. У многих мост, как я говорю, девственный, ни разу не пользовались. А зачем? Есть другие органы. Так вот, Курган, это на Урале за правом. Направо, после Урала, надо повернуть за углом там. И город населен порядочными людьми по одной простой причине. Там нет нефти, газа, ни нефтегребов, ни газососов. То есть приличные люди живут, им надо работать, чтобы хорошо жить. Чиновники вообще летают мимо этого города, они его не замечают. Вот я поехал туда на выступление, это дело было осенью. И вот это важный момент. В ту же неделю в Кургане выступал, извините, Стас Михайлович. Уже все смеются. Вот, знаете, интересно, есть слова смешные сами по себе. Вот, словосочетание Стас Михайлов вызывает смех в зале. Я понимаю, что смеются, как правило, дальние ряды, передние, интеллигентные. Я не хотел вас обидеть, нет. Я имел в виду старший. И не все знают, кто такой Стас Михайлов. Сейчас я объясню интеллигентным людям. Сейчас, сейчас, я не поэтому, я задумался, как объяснить. Вот, я тоже не знал, кто это. Но когда ко мне пришли за кулисы устроители моего концерта, они же были устроителями концерта Стаса Михайлова, они мне сказали замечательную фразу. Они говорят, мы вас так теперь уважаем. Я говорю, отчего вдруг? То есть, раньше вы меня не уважали. Что так вам ступило вдруг, ни стой, ни стой? Они говорят, у вас те же зрители, что у Стаса Михайлова. Я даже не думал, что я доживу до такого комплимента в жизни. Конечно, я зашел в YouTube посмотреть Стаса Михайлова. Ну, я посмотрел песен 10, там, я не знаю, минут 30. Я больше не выдержал. Потому что у меня было ощущение, что он поет одну и ту же песню. Вот такая первая часть. Ты без меня, вторая я без тебя. Я не настолько пожилая женщина, чтобы мне все это нравилось. Ну, раз вы на это так реагируете, то должен сказать, что меня огорошили еще более мощным комплиментом в Белоруссии. Мне сказали, у вас один и тот же зритель с Ляписом Трубецким. Интеллигентные люди, это не болезнь. Это названия, группы, это не Герпес, это Ляпис. Ну и, а благодаря интернету я вообще чуть не возгордился. Ведь, знаете, я, например, в живом журнале, вот зачем мне нужен живой журнал? Ну, во-первых, возраст обязывает к умным мыслям. Вот так скажем. И мне хочется поделиться какими-то наблюдениями, связанными с историей, с русским языком. Ну, я не могу все на вас. Вот так вот люди пришли, деньги заплатили. Чисто ржачка должна быть. А я тут начну вас грузить. Нет, конечно, немножко гомеопатическими дозами. А там можно негомеопатическими дозами рассказывать о том, что мне очень дорого. Благодаря интернету я узнал, что у нас очень много злыдней. Такие тролли. Вот, не все знают, что это такое. Это такой человек-никченка, который ничего не умеет делать, поэтому его единственное... Мне их так жалко. Единственное удовольствие у тролля в жизни это кому-нибудь нагадить. Как они бедные живут. Это путь к суициду практически. И, знаете, вот я иногда расположу пост на 20 страниц, что прочитать 20 страниц надо минут 30-40 минимум. Ну, на 20 редко. Ну, надо же на 10. Ну, надо читать 20 минут минимум. По 2 минуты на страницу. Расположил. Через 40 секунд мне приходит первый комментарий. Вы придурок. Они называют себя блогеры. Не блогеры, я их называю злогеры. Причем, знаете, они гадят под никами. Вот почему им хорошо в интернете. Почему они там сидят и день, и ночь. А потому что там они все знают о жизни. Они смелые, они отважные, они красивые. Они рассылают своим любимым не свои фотографии. Им приходит в ответ фотография Мэрлин Монро. Написано, это я, твоя Маша. Там, допустим, и они живут в виртуальной жизнью, и счастье у них виртуальное. Они могут кого угодно оскорбить. Под ником же, никто не знает, кто это. А поскорбить и по-русски смайлик поставить. Вот это мне нравится. Обматерил и смайлик поставил. Вот почему они пасутся там денно и ночно. Да потому что, если они выйдут на улицу и скажут то, что они говорят там, они смайлик поставить не успеют. Им так в нюх дадут сразу. Но, помимо, конечно, троллей, есть множество умнейших людей. И вот интересное наблюдение. И, знаете, даже оно обнадеживающее, я бы сказал. Вот пост расположут, скажем, о Рюрике, о том, как организовалась Русь, о глубине истории Руси. Знаете, есть в журнале такой блок. Проститутка Кэт. Интеллигентные люди? Не знаете. Она всегда в топе. Извините за это выражение, но его уже все знают. Это список лучших материалов, лучших постов за день. И вот проститутка Кэт всегда впереди. Она одна из самых популярных. Я иногда с истории Руси опережал проститутку Кэт. Вы понимаете, каких я успехов добился невероятных? Ради этого стоило жить. Я не очень был грамотным всегда. Я закончил Московский авиационный институт, инженерный вуз. Я не очень хорошо учился по русскому языку в школе. Но даже я слово сейчас писал вместе. Вы думаете, это случайность? Нет. В пяти письмах это. Здрасте. В семи письмах здрасте через С. Здрасте! У меня такое ощущение, что вот эта молодежь аттестаты получила с ошибками тоже. Слово «теперь» пять человек написали через И. И теперь девять человек решение через И. Просьба, трое, через букву З. Просьба! Извините, извены. Это 60% молодых людей пишет «извините». Невинные люди раздельно, потому что вместе многие пишут. Вы представляете? А слово «не было бы вместе». Вы видели когда-нибудь написанным? «Не было бы». Это монстр «не было бы». Это детей пугать перед сном. Не заснешь, к тебе «не было бы» придет. И рядом вдруг «откуда ни возьмись» тоже в одном слове надо написать. Вообще рекордсменкой по безграмотности на Руси считалась императрица Екатерина I. Но она действительно была ливонской проституткой. И ей простительно. Она в слове «из трех букв», в приличном слове «ЕЩЁ» делала четыре ошибки. Она писала «ИСЧО». В почте, которую я получил, этот рекорд был побит. Одна деваха написала слово «ВОБЩЕ» следующим образом. Читаю медленно, чтобы было понятно. «ВОА-БЩЕ». «ВОБЩЕ». Я не знаю даже, как посчитать количество ошибок. Ещё порадовал пацан. Вместо «благовонья» написал «благовоняние». Причём он не шутил, потому что он пытался меня оскорбить этим словом. Вот ещё тоже подарок был мне в письме. «Взаимосуществование» было написано так. Вы простите меня, я буду читать, как написано, но так бы я не стал озвучивать такие слова. «Взаимосуществование». Ну и все рекорды. Побило слово через букву «Е». «Хирург». Я написал сразу автору этого письма. Молодец. Хоть нераздельно написал эти слова, это слово. Вместе. Я не отвечал им. Я действительно не обижен на них. Ну, они искренне письма написали, потому что неискренне так оскорблять нельзя меня было. Но я им не отвечал, и они как-то стали утихать. Через три месяца, в общем, вся эта ненависть у них поостыла, а я без них уже жить не могу. Мне скучняк какой-то это всё. Я думаю, ребят, нет, я вас так не отвечаю. Я собрал все эти ошибки, выписал и послал им на форум на один туда. И вторая волна на меня. Опять плакаты повесили, плевать стали с разбега. Выпустили туалетную бумагу с моим изображением. Вы можете себе представить? Скажите, вы понимаете, что мне легко жить, а им тяжело? Они шесть месяцев в ненависти к одному человеку, полгорода. Ну, кому тяжело жить? Конечно, бедолаги с рабским мышлением. Даже жалко. А вот сейчас будет по телевидению, они снова на меня в суд подадут. Разбег длиннее сделают, чтобы ещё бодаться будут в мой портрет после этого. Ну, что вам сказать? После того, как вторая волна такой ненависти ожила ко мне, мне стали тоже прицелать письма. Один пишет, я грамотный через два М. Ну, один просто действительно побил все рекорды. Я не такой, пишет он, первую букву, простите, П. Я не такой безграмотный. Я ему тоже написал, молодец, что вторая буква Е, а не И. Всё-таки ещё есть надежды. У тебя что-то хорошее в жизни будет. Знаете, конечно, это явление не только во Владивостоке, оно во всей России. Безграмотность молодёжная поразительна. Как мы получили 60% молодых людей, я бы так сказал, с девственным мозгом. Вот им ни разу не пользовались. Мозгом я имею в виду. Потому что есть другие органы для того, чтобы их пользоваться. И ещё раз говорю, что вот мне, у меня нет к ним претензий. А вот, а вот за государство обидно. Ведь это результат западной реформы образования. ЕГЭ, вот то, что ввели, вот это тестовое обучение. А ничего нельзя сделать. Жаловаться некому. В Министерстве образования сколько здравомыслящих людей пишет письма, они не реагируют. Потому что в Министерстве образования России засела секта свидетелей ЕГЭ-Овы. Нам осталось только всем народам встать в хоровод вокруг костра и хором всей страной сказать им ЕГЭ твою мать. Другого выхода никакого нет. А бедные учителя, знаете, вот остались в школах учителя советского воспитания, которые любят поговорить с учениками, они растерянны, они не знают, что делать, жаловаться не получается, они пишут с жалобами письма мне. Печально смотреть на страну, в которой некому пожаловаться, кроме как сатирику. Но они присылают цитаты из сочинений отличников ЕГЭ. Тоже, ребят, нельзя винить. За что, если Анна Каренина в адаптированном варианте предлагается им к чтению 11 страниц? 11. «Война и мир» 17. Это тяжелая книжка большая. «Гамлет» 3 страницы. Пфу, миниатюра для Камеди Клаба. Пахан тень встала с черепом Йорика разговорить. Миниатюра. Ах, ну вот и результат. У абитуриентки при поступлении в МГУ преподавательница спрашивает, расскажи, где происходит начало романа «Льва Толстого. Война и мир». Так, говорит, в парикмахерской. «Почему?» «Ну как? Салон Анны Павловны». А хотя бы вот выяснили, что произошло в результате западной реформы образования в Латвии, в Эстонии. Как там упал градус образования? У латышей такого подросткового возраста спросили, кто победил в последней войне. Они, почесав тыкву, ответили, «А скажите, кто воевал, мы угадаем». У девчонки нашей, ну, и что удивляться, тоже у нашей выпускницы спросили, за что Отелло задушил Дездемону. Она нормально ответила, за горло. И с этим трудно спорить. Действительно, вообще за горло. Как-то... А вот цитаты и сочинения, которые присылают мне учителя. И это из сочинения отличников ЕГЭ. Барклай де Толик. Импотечный кредит. Бетховен сочинял неплохую музыку. Ну, неплохую. Несмотря на то, что был то ли хромым, то ли слепым. «Глухой» это нежно хромым и слепым. А образы какие? Русские люди любят образы, но когда нет образования, это страшилки получаются. «Летучие мыши летели клином на юг. все дела доводили до конца Цезарь и мой додыр. Я так некоторые вам зачитываю. На все время не хватит. Робинзон Крузо приручил старого козла. Уже не хочется читать произведение. И чтобы выжить занялся скотоводчеством этого козла. Отличники ЕГЭ. Понимаете? Западная реформа образования. Ну и прошу прощения, но зачитываю. Не дай Бог вам это на ночь представить. Белки живут на деревьях и там прости меня господи. Высиживают бельчат на своих яйцах. Скажите, этим людям легко будет жить? Если они думают, что белки на деревьях высиживают бельчат. Я уж не продолжаю всю фразу. Что-то у молодежи лучше, чем у нашего поколения. Что-то у нас лучше. Я сейчас об их недостатках, но с любовью. Поэтому они понимают, что ко мне можно приходить на концерты. Вот у них смс-очное мышление. У них клиповое мышление. Они не могут долго непрерывно думать об одном и том же. У них я однажды ждал лифта. Я рассказывал эту историю, но я специально повторю ее. Я однажды ждал лифта. Со мной стоял такой перец, перчик. Такие вот у него джинсы, ширинка ниже колен. Ну, современный, реальный пацан такой. И я могу ждать лифта сколько угодно. Потому что мне есть о чем подумать. О вечном. А ему нечем думать. У него руга начала трястись, вторая рука. через 15 секунд весь организм в прокинсон вошел. Ширинка трясется, как будто не добежал. А знаете, что делает молодой человек, когда ему не о чем думать, а в общем-то думать ему не о чем все время? Он вынимает мобилу. Видели когда-нибудь, как старшее поколение сидит за столом со своими детьми? О, обратите внимание, вы вспомните мое наблюдение. Старшие сидят от 40 до 50 лет, Они анекдоты рассказывают, они тосты хохочут, песни поют, между ними сидят дети. Злыдни такие, реальные такие. Вот даже муж жену толкает, мол, наш тоже. И причем и все с мобилами эти песни поют. Кнопкотыки такие, знаете, поколение пампарцев и кнопкотыков. причем ученые, между прочим, реально доказывают, что у человека развивается со временем тот орган, которым поколениями человек пользуется. Через сто лет вот такой палец будет, вот это до колена. И так ловко, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Возвращаясь к лифту, стою у лифта, и он вынимает мобилу, этот перец, конечно. Я о вечном думаю, а он мобилу вынимает. И, естественно, хочет отправить смс. Я допустил нехороший поступок. Я заглянул через плечо. Вот что он там на смс-е такого, без чего он сейчас жить не может? Ну, мне очень интересно. Вот есть такой писатель-сатирик Задорнов, он сейчас спрашивает, вы готовы? Вот он прав. Вы готовы? Он на смс-е готовы? Ну, ты че? Это очень важно. Это без этого никак жить нельзя дальше. Слава Богу, лифта еще долго не было, ему булькнул ответ. Я дождался, глядя через плечо. Готовы к ответу? Я ничего, а ты че? Это очень важно в их жизни. Бедолаги, вот это я называю смс-очное мышление такое, да? Но, в то же время, им действительно было интересно на природе. И я им объяснял главное на субботнике. Есть законы природы, а есть законы юридические. Если вы хотите быть счастливыми, вы должны знать законы природы. А если вы хотите, чтобы вас не посадили, законы юридические. Это разница. Сегодня образование отторгает от человека чувство неприроды. И в этом несчастье и виртуальное счастье молодежи на сегодняшний день. Но они въехали в тему, зовут меня, уже близился к концу наш субботник, говорит, пойдемте с нами в кусты. Не, не в том смысле. И мы вам что-то покажем. То, что я увидел, даже меня удивило, хотя я живу уже лет 90 на смерти. Я пошутил. Ну нет, у меня пластика хорошая. И вот в кустах, вот знаете, я все видел. Банки, склянки, я еще раз говорю, шприцы, все это ясно. Окурки, смортики, все это ясно. Но, вот например, в этом лесу на кустах носки, трусы. Вот скажите, действительно славяне умом слабы стали? Причем, трусы мужские на кустах. Вот женские, еще понятно, баба без трусов ушла. Но, как мужик из лесу без трусов мог уйти? Скажите, я сам процесс не понимаю этот. Но когда они меня позвали, говорят, смотрите, дядя Миша. Я понял, что я не зря проводил субботник. Унитаз в кустах. Этот народ не может жить хорошо, пока у него в кустах унитазы стоят. И я обомлел, потому что для меня реально нелогично. Он не подключенный. Но все равно, кто его затащил сюда? Что это? Это три километра до дороги, до ближайшей. Если хотел избавиться, можно раньше было это сделать. Или это неоязычество, поклонение унитазу какое-то там происходит на этой поляне в кустах. И я действительно немножко обомлел. А эти нормально воспринимают молодых. Вынули фоток, фоткать начали этот унитаз. А им главное сфоткать и выложить в интернете. потом. Знаете, еще одной моей знакомой, тоже бывшая одноклассница, а мне же моей бывшей однокласснице не через сеть, а так вот при встрече скидывают все смешные истории, которые с ними происходят. Она уже, бабушка, полезла на балкон мыть окно и слезть не может. А внучок не хочет помогать, а фотографирует. Говорит, ну падай, падай. Говорит, внучок, ты что, бабушка, если упадешь, ты посмешнее как-то, ты будешь иметь успех в интернете. Вообще, это чудовищное явление. Люди перестали помогать друг другу. Главное, сфоткать и выложить в интернете. Вот они не знают, что по закону природы у них будет неприятность после этого, потому что каждому все возвращается. И я их спрашиваю, этих молодых людей, у которых нет проблем, я не понимаю, как унитаз оказался здесь. А у этих нет проблем, они говорят, а, скинули с самолета. А на самолет, он как попал? Это что, человек с унитазом в самолет пошел? Или он скинул самолетный унитаз оттуда? Ну, что вам сказать? Молодежь очень способна и талантлива, но у них нет заманук, зацепок. Образование этого не делает. Родители растерялись сегодня, не знаю, чему их учить. А вот это клиповое мышление в них вызревает. Знаете, среди молодежи ведь очень много талантливых молодых юмористов, сатириков. Вы же видите сатирические передачи. Многие из них очень остроумные. Мы видим остроумных людей и в Камеди Клаб. Но, но, ни один из них еще не написал рассказ. Никто не может. Я о повести не говорю, о романе не говорю. Миниатюры не могут написать. У них мысли нет. Они могут булькнуть репризы и все. Вот Пэрис Хилтон. Очень интересная передача. Скорость мышления Урганта много-мегабайтовая. Скорость мышления процессора Урганта замечательная. Но пришел один пацан нашего поколения. Они даже в слово не знали, куда вставить. Жириновский. А Жириновский наше поколение. У него мысль бесконечна как вселенная. Он говорил, 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 говорил. Цикала пытался булькнуть. Не добулькал даже. Вообще ушел. А Жириновский говорил, говорил, сказал им на прощание гадость и ушел. Он даже не дал им до свидания ему сказать. Теперь я хочу рассказать свое мнение молодежи. Да, она действительно очень способна, бесспорно. Но есть одно но. Как так получилось, что они потеряли знания в одночасье? Все-таки вот я считал себя не очень образованным в свое время. Но я на фоне сегодняшней молодежи переобразован. Мы получали в свое время в школе четверку вместо пятерки за одну неправильно поставленную запятую. А что сегодня случилось с образованием? Никто не обращает внимания на то, что произошло. реформа образования по западному образцу. Причем Минобразин, который нафурсил, он действительно делает это преступление, то, что они совершают. Но они говорят, надо как на Западе. Что значит на Западе? В той же Америке, о которой, если я не скажу, вроде бы зря пришли вообще на мой концерт, 60% молодых людей думают по вопросу, что статуя свободы держит в руках рожок отмороженный из Макдональдса. И вот такое опарафиненное стадо зомбачей. Зачем нужно плохое образование? Чем хуже образование в стране, тем больше гарантий демократии. Тырлы растят глаупенов. Глаупены верят, что выберут дядю и все будет хорошо. Поэтому ошибка образованные люди не нужны. И к сожалению, они своего добились. Многие интеллигентные люди пишут в Кремль, мол, прекратите это безобразие. Бесполезно. В Кремле засела секта свидетелей ЕГО. Удалось только... Я называю тех, кто за ЕГЭ ягодяи. Вот. И проклятие ЕГЭ твою мать. Вот большего я не добился только в борьбе против ЕГЭ. Ну как? Железко принимает экзамен. Беседу с живым человеком заменили компьютером. В результате молодые люди не могут рассказать кино. Вы пробовали у Молдовы спросить? Расскажи фильм. Он говорит, тут так, а потом зух, зух, е-мое. У них же не связуха речи. При том, что у них действительно соображалка хорошая. Знаете, я не очень считал себя грамотным. Я учился в Московском авиационном институте, но в слове «здесь» две ошибки я не мог сделать. Многие пишут через букву «с», а в конце «здесь». «здесь». И это не албанский. Сейчас раздельно пишут. «Цвяточек» тут одна написала. «Будующее». В слове «борщ» можете четыре ошибки сделать? А вот я получил письмо, в нем было написано через «П». «Порщ». Мягкий знак. А хирург через «Е». Как вам нравится? Я говорю, хорошо, хоть не раздельно написал. Молодец. Я много получаю писем от молодежи. Друзья мои, клянусь вам, почти ни одного грамотного. Какая там запятая, о чем вы говорите? Мужчина по расчету, мужчина через два ща и расчет через два ща. Я одному перцу говорю, перчику такому, говорю, ну ты представляешь, по расчету два ща, он говорит, ужас, там одно ща. И это не албанский язык. Албанский это прикол, а это и они все сдают экзамены, все у них есть дипломы, боже мой, как они жить будут? Мат с ошибками, это вообще ужас, это святое поганить, нельзя, как можно в слове из трех букв, они поэтому на заборе не пишут сейчас ничего, потому что они не знают, как пишется слово точно. А это слово вместе, они еще обожают молодые писать вместе слова. Ой, такие монстры получаются, представляете, вот на ночь, только не вспоминайте, вместе было написано, во что бы то ни встало, это такой монстр придет, во что бы то ни встало, вместе, со что бы то ни было, вот это вдвоем они придут. но жалко, я иногда думаю, а как же они жить будут, вот что, ведь чем образование лучше, тем радостнее человек может прожить свою жизнь, они не знают, они не умеют радоваться, их школа не учит этому, почему, они природы не знают, есть такое древнее изречение, лечат врачи, а вылечивают природы, только природа дает человеку радость, и то, что мы называем обыватель счастьем. Законы природы, если живешь, ты можешь стать счастливым, а по законам юридическим, чтобы тебя не посадили. К сожалению, этому не обучают, говорят, что самое главное это законы юридические, в результате они в лесу без флешки, без GPS-навигатора заблудятся, молодые, они отличают ягоды по оберткам орбита, грипп они найдут, но в гугле или в яндексе только могут найти, они не умеют играть в шахматы, не умеют играть в преферанс, в шашки не умеют играть, в настольный теннис не умеют играть, я в молодом возрасте разминался, чтобы сыграть на деньги правой рукой, разминался левой, со мной хотели играть, я правой обыгрывал после этого, но мы умели играть по домам они ничего не умеют, они приходят в компанию и сразу за мышку садятся и вырывают мышку друг у друга, их мышцы накачаны мышками, мышкоблудцы, вот это я, они, они общаются друг с другом по, по скайпу, я вообще не знаю, это, это какой потенцией надо обладать, чтобы нравилась женщина через веб-камеру, у меня жена вроде ничего, так, но когда я увидел через веб-камеру, это, я даже не знал, что она так выглядеть может, я, я ей говорю, что, я хохотать начал, она говорит, чего, я говорю, да ты не представляешь, как ты сейчас выглядишь через веб-камеру, она говорит, ты на себя бы посмотрел сейчас через веб-камеру, я хохотаю, когда вижу кого-то через веб-камеру, у меня ощущение, что я вспоминаю мамин чайник на кухне в детстве, так приезжаешь, такое отражение в этом чайнике такое бедные молодые люди в лес поедут ничего не знают они не отличают подорожник от папоротника они не знают разницу между волчьей ягоды и черникой если пойдет у товарища кровь из носа они наложат жгут на шею вот почему они боятся вот почему они в компьютере только там в интернете они знают все потому что они в жизни они жизни боятся есть же русские слова что за комплексу славян что они решили что это не круто говорить русским языком но русские слова они дрожат они насыщают энергией человека ученые на меня накатили что он рассказывает молодежи а я ученым говорю вы бы лучше правителям сделали замечание а то правители говорят теперь по телевизору в разы в разы этого это слово урод или говорят в министерстве мвд мвд это уже министерство в министерстве мвд это все равно что у продажной проститутки это также как говорит пешеходный переход никто не обращать внимание а что переполз пешеходные и уже никто не замечает вся страна говорит я извиняюсь извиняюсь нельзя говорить извиняюсь означает я извиняю сам себя то есть я извиняюсь и в морду может дать потому что уже извинил сам себя и это сверху идет они не могут запомнить что кофе это он поэтому мина бразин поменяла и реформу принял в реформе теперь можно говорить она кофе правда тот кофе который делают это но это я понимаю но если кофе она ты фуртинка но дикторы стали те неправильно говорить дикторша говорит по телевидению я ношу одну клипсу клипсу нельзя одну носить клипс это множественное число есть ты носят одну клипсу надень одну джинсу и 1 очко носить понимаешь конечно молодежь никто этому не учит конечно а ученые на меня накатили мол он неправильно объяснять говорю я говорю слово месть означает в русском языке меня есть и если ты будешь кому-то мстить тебе это вернется одно слово как совет как заповедь а зависть зависимость будешь завидовать в зависимости будет жить а ненавидеть не видеть застит глаза ненависть русские слова раскрывают смысл жизни человеческой как жить в западных словах этого раскрытия нет нельзя углубиться в корень слов не в корень в гнездо слове слова смотрите верность и ревность наоборот одни и те же буквы гениальный язык вера вер обратно читайте рев то есть будешь верить реветь не будешь а гордость достать горе будешь жить в гордости достанешь горе а горе грех и горе один одно звуки одна одинаково звучат то есть будешь грешить горе не минуй а гордыня тебе вообще горе дыню вставят это русский язык это заповеди не надо формулировать как по западному предложение одно слово прелюбодеяние перелюбил ты парень понимаете что произошло сломалось образование практически и мне недавно был приятен очень один звонок мне позвонили из министерства образования и говорят вы нас критикуете я говорю простите вас не критикую я вас поношу сказал я вот мы поэтому хотим вас пригласить чтобы вы поделились своими наблюдениями я говорю ну это чё концерт вам устраивать а дело в том что мне люди пишут жалуются я об этом не раз говорил в кремль жаловаться бесполезно я об этом говорил и что в министерстве я их клеймил позором что там секта свидетелей и головы засела эгоисты и гадяне и га их мать и и вдруг они мне звонят знаете я встретился надежды появились что мы придумали мы придумали следующее знаете я им когда начинаю вот это рассказывать они они не верят они думают что это я придумал и я им говорю давайте сделаем следующее давайте организуем сайт и пускай с россии со всей пишут про глупости которые видели слышали в средних школах в узах вот пускай на ваш сайт это пишет мы решили организовать такой сайт а в начале я опубликую там то что я насобирал будет называться энциклопедия всероссийской глупости поэтому если у вас есть примеры присылайте они должны знать о том что творится в стране вот мне учитель по географии написал попросил школьницу показать на карте чудское озеро она начала его искать на чукотке тогда ее спросил за кого чукчи были в ледовом побоище за красных или за белых она мне ответил не знаю я кхл не смотрю мужчина написал работаю в офисе во время перерыва читаю вслух расписание трансляции футбольных матчей встречаются босния герцеговиня и бразилия девушка коллега они чё сразу втроем играть будут сахалина позва пришло письмо позвонил министерство обороны в россию а там менеджер сидит они же менеджерами хотят стать строить страна вся в менеджерах менеджер это человек нетрадиционной профессиональной ориентации было чудно русское слово никак а вся страна в никаках сегодня лейтенант майор позвонил в министерство обороны насчет зарплаты спрашиваю кто позвание на горит лейтенант майор вы определитесь сначала кто позвать женщина пришла делать банк перевод говорит мне в англию перевод а вот это менеджер набирает там на клавиатуре англии говорит у нас мы не делаем перевод в англии у нас нету адреса так говорит а вы на какую букву истина буква говорит так это же great britain да вы определитесь куда вы хотите делать перевод туда или туда еще одна женщина писала что пришла молнию сменить у себя на костюме молния 70 сантиметров а та измеряет линейкой говорит 30 30 и 10 метр 10 она думала 60 сантиметров в метре это даже сразу люди не могут вы не представляете что творится с нашего с нашим образованием у менеджеров был опрос назвать элементы таблицы менделеева кобальт купрум один сказал соси это трудно поверить экзамены в гитисе у студента спрашивают скажите чем отличается большой театр от малого ответа размером да и трудно возразить честно говоря кто написал пьесу ромео джульетта абитуриент гамлет вопрос студенту 2 курса что вы можете сказать о мир холди кажется это какое-то редкое насекомое сталин не мог уничтожить память о мир холди оказалось нужен не стали на фурсинка кто изображен на 100 доллара купюре ответ кутузов что знаете о наполеоне у него была такая треуголка как у бонапарта это си какие можете назвать полезные скопаемые в россии картошка морковка конечно ископаемые а как же а як же пушкин учился в сельскохозяйственном техникуме ему преподаватель царско-сельском лицинге какая разница чем я ехал в поезде купе такое расширенное комфортное смотрю фильмы вдруг соседний купе тоже комфортный кто-то входит и как долбанет тяжелым роком я хочу закончился фильм я спать хочу уже два часа ночи а там какой тяжелый рок несется я пошел к проводнице говорю скажите а кто там едет откуда-то тяжелый рок же она говорит это местный владыка это тяжелый рок какой владыка она говорит он молодой вы понимаете что я не мог не пойти в это купе я постучал мне открыл владыка реальный пацан стоит такой крест убить можно защищаться есть для защиты трусы и грудь волосатая говорит течо не узнает меня течо я горжусь этой фразы владыка вы бы не могли молиться в наушниках он меня узнал сделал так заходи выпьем я говорю владыка извините я на посту я владыке говорю а вы со мной в пути можно давай мы выпили он такие истории рассказывать не начал ну нормальный нормальный мужик современный а он мне говорит а чё ты хочешь чё ты хочешь я должен быть современным иначе молодежь не пойдет а паства нужна в церкви вот я и слушаю их музыку а то пришла ко мне одна как ты любишь говорит он мне о это он мне рассказать моднявка и дальше фраза он же не может говорить как мы мирские люди но это гениальный образ и представляешь я не смотрю провода оголены по самую розетку гениально все-таки русский народ он талантлив и говорит мне я не знаю что своим будет она ему говорит батюшка где у вас тут икона утоли мои желания он играть сестра утоли мои печали она горит батюшка на черта мне твои печали знаете у меня претензии не к детям и даже не к педагогам у меня претензии сегодня и даже не к чиновникам к ученым лингвистам филологам они чего не видят что происходит почему они не говорят туда наверх почему они боятся и молчат они на меня наехали мол вы учите детей неправильному русскому я неправильному русскому языку что я плохого говорю если я хочу привить любовь детям к русскому языку и говорю русские слова вы меняете их на иностранные этого не надо делать говорю я детям потому что когда мне молодая девчонка говорит я спрашиваю ты кто она говорит я девелопер я говорю ты видел себя в зеркало когда ты девелопер мерчендайзер они решили что это круто все когда растяжка в питере над над улицей растяжка написано welcome to к нам когда на ценнике написано квадро сосисон с котлетой это же уродство в которые превратили русский язык замусили я об этом много говорил они меня притягуют а то что наверху говорят безграмотно нет они боятся критиковать когда наши правители говорят я извиняюсь и вся страна стала говорить я извиняюсь безграмотно говорить надо говорить извините меня я извиняюсь означает я извиняюсь сам себя то есть сказал я извиняюсь и в морду может дать потому что ты сам себя уже извинил когда наши правители врат в разы сейчас разрешили говорить в разы это очень грубая ошибка Многие наши бизнесмены, правители не знают, как говорить, день рождения склонять. На дне рождения я. Говорят, на дне рождения и. На день рождения и я был. И это поголовно. Это все время, когда один из наших правителей говорит, в министерстве МВД, это безграмотно, министерство МВД, уже слово министерство. В министерстве МВД это все равно, что проститулка продажная. Это то же самое. Кстати, очень точной фамилией у наших министров была Голикова, полная Голикова в медицине, а сейчас голодец наступил. Когда одна из них сказала, я ношу одну клипсу, клипс это множественное число, одну клипсу носить нельзя, такого слова нет, клипса. Если ты носишь одну клипсу, надень одну джинсу и одну очку. Но им боятся делать замечания, меня критикуют. Почему? Ну потому что они правители. В результате наша жизнь заполняется безграмотностью оттуда. Рыба гниет с головы. Разрешили говорить, кофе оно. Они не могут наверху запомнить, что кофе это он. Кофе это он. Правда, тут кофе что готовят, оно зачастую. Но если кофе оно, то и фурсинка оно. Я работникам министерства образования рассказал про нашу азбуку и говорю, издайте букварь для детей, тот, который был на Руси всегда. Они говорят, ну у нас есть алфавит, алфавит АБВГД, а азбука, которая была у нас, это мудрость. Не АБВГД. Каждая буква соответствует образу. А это аз, азы, начало. АБ – Бог. Если прочитать нашу азбуку, это письмо наших прадедов, нам, как жить, не забывая по закону природы, аз, Бога ведаю, глаголю, добро, есть жизнь. И так до конца азбуки, и на последнем месте я. Я на последнем месте. И если слово «любовь» расшифровать с помощью образов этой азбуки, получится «Люди Бога ведают». И когда я детям это говорю, им нравится, они начинают расшифровывать. Вы знаете, мне понравилось, что эта идея пришлась по душе работникам министерства образования, и мы должны подготовить с ними вот такой букварь. Букварь, который был на Руси. Может быть, я не зря над этим над всем смеялся. И я им показал те буквари, которые сегодня издаются. Один из букварей, буква «М». «Малыш ваш будет рад скушать мед и мармелад». Стижок на букву «М». «Скушай, там всё про еду, всё. Ну, а кашу манную выложите в ванную». Ну, ребёнок дурачком вырастет, и каша манная в ванной будет плавать. И дальше. Это не всё. Пусть поплавает слегка, это будут облака. Автор курил, серьёзно. Или ЛСД у него было. Боже, что они говорят наверху. Вот недавно один из наших руководителей сказал про другого. Он одной рукой говорит одно, другой, другой. Хорошо, что не ногой. Осваивают бюджетные средства. Нельзя говорить. Осваивают это, присваивают в словаре далее. Хотя это правильно. Вот это мне понравилось название статьи в газетах. «Медведев после изнасилуния уволил главой МВД Бурятии». И никто им не делает замечания. Они привязались ко мне. Мол, у меня ненаучный подход к русскому языку. Что я тут плохого говорю? Я понимаю, почему они боятся грамотности в стране. Почему им нужна безграмотность. Потому что тогда будет видно, что наши правители безграмотные. Более того, безграмотное население – гарантия демократии. Тогда никто не понимает, зачем он идет к урне. Не понимает вообще, что урна – слово плохое. Урна – это мусорник. Вообще все слова, связанные с выбором, чудовищные. Урна. Голосование. Это саванья в голом виде. Это… Раньше райком, райсполком, райо… Рай. Теперь администрация. У нас очень способны молодежь. И некоторые очень образованные. Но есть такая прослойка молодежи. Вот мозг абсолютно чистый от знаний. Вот. Да. Вот. Такой белый лист. Такой… И особенно вот эти девушки, которые по ночным клубам ходят. Они такие… Это я не знаю, это мне рассказывали. И… Они такие… Такие, знаете… Такая девочка-пельмень такая. Вот. И мозг, как вареник такой. Вот. Я бы даже сказал, девственный такой мозг совершенно. Ни разу не пользовалась им. Ну, а зачем, собственно, есть другие органы. Зачем трепать мозг? Когда они включаются в обсуждение или на форуме, Люба дорого это читает. Ну, во-первых, вообще, если попастись в интернете, я там такое вычитал. Во-первых, один из вот этих вот, из мозг-пельмень, которые… Вообще, кто-то сказал на каком-то форуме, что Сталин – это мэр России был. Мавзолей – это будка, из которой выглядывал Ленин во время советской власти. Вот чистое поколение растет. Замечательно. Ой, а это даже страшно говорить. А Мао Цзэдун – Мао Цзэдун. Я обиделся за Мао Цзэдуна. Отец Кости Цзю. Ну, что вам еще сказать? Я подумал о том, что у меня много знакомых, молодых появилось благодаря интернету. Тропиночки протоптал ко многим интересным каким-то группам в интернете. И однажды вот о чем подумалось. А хорошо бы их было увидеть все-таки. Я придумал такую замануху для всех. Давайте проведем субботник. Сделал я такой призыв. Ну, что вам сказать? Вот вы даже замолчали от неожиданности. А в интернете многие отозвались. И отозвались согласием. Почему я решил провести субботник? Первое. Ну, во-первых, я хотел посмотреть, что будет делать молодежь. Посмотреть на самих молодых людей. Лесник откликнулся. Выделил фрагмент леса в Подмосковье. Пришло 500 человек. Из них 400 с небольшим молодых. Совсем молодых. Им интересно. Во-первых, они не знали, что такое субботник многие. Присылали запросы мне. Мол, а Ленин будет или нет? Кто бревно нести будет, если Ленина не будет? В общем, мы... Долго мы терки у нас были. До этого. Одна написала... Такая, видимо, гламурка такая. Знаете, я даже слышу ее интонацию в письме. Она пишет. Сколько стоит билет на субботник? Ну, я ей ответил. Мол, смотря где ты хочешь билет получить. На полянке. В ВИП-кустах. Под элитным деревом. Под суперкорягой. Ну, она поняла, что я прикалываюсь. Пропала. Ну, у нее действительно отец оказался нефтегребом. Эти отпали. А пришли действительно люди, которым было все интересно. Я даже Никиту Михалкову приглашал. Написал ему смс-ку. Никита Сергеевич, приезжай к нам. Вот такое необычное мероприятие. Он отписал мне, что он не может приехать, но прислал смс-ку. А смс-ку прислал такую. Вы когда приберетесь в лесу, не забудьте прибраться за собой. Кстати, очень правильная мысль у него была. Потому что я ездил по стране. Почему я придумал субботник? Вот смотрите, мы говорим национальной идее России. Я вообще считаю, что правильно говорить интернациональной идее России. Потому что Россия это множество народов. Нельзя выстроить национальную идею, когда много народов. А второе, нельзя вообще говорить об оживлении России, пока мы не приберем на собственной земле. Вы не представляете, я много езжу. Как замусорена наша страна. Мы живем на мусорной свалке. Я бывал в тайге довольно часто. В тайге надо проводить субботник. Загадили даже тайгу. Я ехал той же дорогой, которой ехал Путин. Я проехал этой дорогой, рассказал по телевидению. И смотрю, Путин поехал через полгода. Видимо, он слушал мой концерт. Ладно, вы все видели. Валяются повсюду. По всей стране. По лесам, полям. Весям, далям валяются. Шприцы вот эти все. Прокладки женские, неиспользованные банки, склянки. Поколение выросло новое. Вот было поколение Пепси, а сейчас поколение памперсов. Они что, где хотят, там и делают. Они даже не знают, что вот это делать нельзя на сегодняшний день. И поколение памперсов. Тайга. Ну ладно, там вот банки, склянки, ладно. Но, скажите, вот неподалеку от Читы, между Благовещенским и Читой, на обочине у дороги труба от газопровода лежит. У любого немца будут вопросы. Во-первых, как работает газопровод? Европейцы не въезжают в эту тему. А у нашего даже вопроса не возникает. Ну труба и труба, господи, дурак выбросил какой-то. Какой дурак выбросил? До ближайшего газопровода 200 километров. А далее, ближе к Чите, ель, сухостой, засохшая ель, сук торчит. Готовы? Колесо от КамАЗа на сукне. Зачем? Славяне ослабли умом. Понимаете, что произошло? Они требуют честных выборов и думают, что это в этом и счастье. Первый вопрос. Как могут быть честные выборы, если полстраны ворует? А 80% подворовывает. Вы от кого хотите честных выборов добиться, интересно? Как колесо туда? Кто этот Светогор-богатырь? Который по пьяни, хвастаясь перед девахой, закидывает. Я понимаю, играют в кольца, знаете, закидывают. Но в колеса так я никогда... Я понимаю, колесо другой смысл имеет в наше время совершенно. Да, наши правители этого не видят. Нигде в мире так перед правителями не унижаются. Это чисто наши славянцы. Мы так хорошо провели время на субботнике. Я так не зря это сделал. Мало того, что пришло действительно 500 человек. Но вы знаете, результат, конечно, это грустняк. Из фрагмента леса мы вынесли 800 мешков полиэтиленовых. Вот такой высоты, вот такой вот ширины. С мусором. Из фрагмента леса. Но грустнее, что я поговорил с молодыми людьми, которым интересно все. Оказалось, действительно, мозг девственный у многих. И ничего не знают, ничего не умеют. Как они жить будут, я не представляю. Это вот новое поколение памперсов. Они не умеют развести костер, нарубить дрова. Я у них за раба был. Я им все делал. Они не умеют прыгать в длину с места. Они прыгают и падают, потому что у них нет мышц здесь. У них мышцы накачаны мышкой компьютерной. Вот это единственный тренажер у них. Они мышкоблудцы такие. И они в настольный теннис не умеют играть. Они не умеют в волейбол играть. Я взял волейбольный мяч. Когда они играют в волейбол, ощущение, что это играют кузнечики коленками назад. Дистрофиги третий год Освенцима пребывания. И они не умеют сами себя организовывать. Я правильно говорю? Поколение памперсов. Я их разделил на бригады. Вы направо, вы на юг, вы на... Я Наполеоном себя чувствовал. Там вообще... Ой, на одну бригаду. Я им выделил полянку. Они стали прибираться. На них наехали бомжи. Вот это... Вы нашу поляну прибираете. Они им говорят, нас Задорнов послал. Их вообще чуть в Каченко не сдали. Эти бомжи после этого. Ну, они привели бомжей ко мне. Я разъяснил. Субботник бомжи. Наши бывшие ученые. Они поняли. Субботник. Включились бомжи. Ой. Ну, что вам сказать. А потом сидели у костра. Действительно, это поколение жалко. Они воспитаны другим. Вот многие, конечно, кроме интернета ничего не знают. Слушайте, бедолаги. Как они могут жить и быть счастливы, если они ягоды не отличают? Они не отличают чернику от волчьей ягоды. Недолго жить в счастье им придется. Они ягоды вообще знают по оберткам орбита. Ведь человек счастлив. Вот он ушел из Москвы и пошел грибы собирать. Он счастлив в этот момент. Они грибы могут собирать только в гугле. Порезался парень. Я говорю его другу. Пойди поддорожник сорви, приложим. Он говорит, что? Я говорю, поддорожник. Он говорит, что это? Он знает внедорожник. А поддорожник он не знает. А внедорожник не очень подложишь сюда, да? Я говорю, это растение. Ничего. Представляете? Я говорю, и как вы жить будете? Если у вас кровь из носа. У нас была когда-то в КВН такая шутка. Если у товарища пойдет кровь из носа, надо наложить жгут на шею. Вот это уровень их знаний. Они приходят в аптеку. Мне аптекарша знакомая говорит, вы не представляете, что молодежь спрашивает? Дайте мне капли в левое ухо. А это точно в левое? Конечно. Не дай бог в правое закапать, о чем ты говоришь. А мне один спрашивает, таблеточки, где написано Польша. Вот такой вот. Да тебе просто шкаф целый надо выделить, таблеточек. Одна деваха пришла, вот этот гламурк. Говорит, мне свитч прописали, как их пить. Вот как это поколение будет жить? Скажите, что бедолаги? Мне их правда жалко. А одна попросила гинекологическую губную помаду. Вот это поколение памперсов, воспитанное компьютерной мышкой. Ой, в природе ничего не знают. Когда я, я уже рассказывал об этом случае, когда я одному сказал, что я в твоем возрасте, мы в преферанс играли. У нас мышление было развито. Шахматы, они даже в шахматы, в преферанс они даже не знают, что это. У них же теперь новые игры. Вы знаете, одну из новых популярных игр компьютерной. Супер. Головой об клавиатуру ударится. И отослать, что получилось. Нормально? Это суперинтеллектуальная, связанная с головой. Игра у головастиков особенно хорошо получается в этой ситуации. Бедолаги, скоро айпады будут с сосками выпускать. Знаете, это... Некоторые восприняли это как желание к действию, выпустить такие предприимчивые люди. Знаете, эта вот история была рассказана в интернете мной впервые, потом она распространилась. Но действительно, в Риге у одной из моих одноклассниц внучка. И когда эта внучка увидела зимой на подоконнике за окошком птичку, она стала ее раздвигать. Какой зал хороший сегодня.